здоровенькие булы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать мы с вами только похудение мы с вами только о стройности мотивации мы с вами о дисциплинке мы рассказываем друг другу да как мы умеем держать дисциплину дисциплину не возле холодильника мы держим я вырабатываю силу воли нет дисциплина только спорт я напоминаю постоянно а холодильник это комфорт то есть пища питания это только комфорт и насыщение надолго так мы с вами конечно о питании сегодня питание продолжаем тему да вкусные продукты мы с вами о движении само собой даже не оговаривается здоровье наша любимая тема ну то есть мое похудение от всей души похудение это здоровье люди это оздоровление значит так вчера мы немножко молоке мои хорошие я нахожу информацию для себя для себя чтобы знать вот это ты можешь есть вот это будет способствовать удержанию веса вот этот продукт тебя таня развивает я с вами только делюсь я же не врач я нахожу информацию я не слушаю сертифицированных вот этих блокеров которые зарабатывают на ютюбе деньги врачи которые предлагают приходи к ним клиники которые предлагают платные марафоны заходите у меня в инстаграме из питания там кабачки у меня там еще что-то мы сами с усами мы приготовим вами не снилось еще то что мы приготовим для себя да для себя любимых так ну сегодня значит о твороге значит творог я обожаю я ем по жизни творог с детства я любила такую колотушу себе делать вот с ряженкой сметанкой творожок с детства помню детские творожки мне папочка покупал по девятнадцать копеек танечка садись дотя борщик мама сварила будем кушать обедать борщик пахнет а что ты хочешь дотя я хочу творожок детский а хорошо ваня пойди купи таня творожок мама папа погнал магазин купил мне два детских творожка я с детства молочная с детства мне это нравится да мой ребенок нет наверное перекормила я понимала что нужно давать молочные продукты творог конкретно домашний да и наверно перекормила точно таки дениза родители кстати родители у дениза маленького роста они так переживали что сын будет мой зять маленького роста и мама ему постоянно давала молочко молочные продукты и у дениза рост метр восемьдесят три метр восемьдесят а родители очень маленькие вот такие у мамы роста у дениза кажется сорок восемь килограмм она очень маленькая мелкая а сын высокий кормили молочкой люди значит так от ворога да любимый продукт наш очень хорошо насыщает а для нас тройнеющих да кто удерживает вес следить за своим здоровьем кто не хочет жирнеть толстеть рыхлеть правда нам нужно таки продукты чтобы не есть часто вот я рассказывала еще напомню один раз я стою за молочкой кто не женщина молочница да девчата подходят базару и кажут тоня дай сыр нам ну мы их пропускаем понятно что люди работают на рынке пришли там купить по 200 грамм тебе не болотый раз мы купили в фермерском магазине сыр мы захотели ест и через час а мы к тебе купляем сыр мы ест и день не хочем мы стоимо торгуем и ест и не хочем то есть творог жирный насыщает это подтверждение это аплодисменты просто молочницам нашим людям так творог значит у кого там инсулинорезистентность кому нельзя не пишите мне я только для здоровых людей которые хотят держать вес и которые не знают что им нужно есть вот я рассказываю что есть кстати о твороге даже говорил такой известный человек человечище просто анна куркурина советовала диетолог алиночка анны куркуриной советовала даже есть вечером творог хорошо насыщает и надор надолго понятно кто говорил не какие-то там сертифицированные блогеры которые на марафона хотят себе состояние сбивать свои клиники предлагают приходить да а такой уважаемый человек как она куркурина советовала ужинать творогом это запомнила вот вот сюда запрограммировала поэтому никого не буду слушать я только вот этих людей слушаю люди практики люди которые страшно помогают просто супер помогают людьми не только людьми животными и вообще человечище я прислушиваюсь таким людям но эта информация была давно несколько лет тому назад я давно услышал эту информацию от диетолога анны куркурины ну а теперь твороги давайте да творог я не буду вырывать листочек с википедии рассказывать там как мне это часто делают химию да химию не буду это делать я своими словами своими словами творог да творог полезный еще как полезной если академики едят творог утром а они чё дураки может написать вы же академика что-то вы творог утром едите там же казеин и потом это слизь вы что не знали а вы еще академиком себя называете вы еще кардиолог это еле антоновича бакерия он же творог тридцать больше тридцати лет есть есть жена готовит творог и йогурт он чё не по брак не соображает что ему нужно утром есть и вообще может выбросить творог ему а так мы опишите прямо ли антоновичу бакерия вы неправильно питались 30 лет вы что наш директор кардиоинститута он что тоже не соображающий ваш завтрак творог уже не сказал медленный углевод каша еда наша моя человек должен стоять на операции 10 часов а творог хорошо насыщает за счет аминокислот они медленно выступают поступают в кровь медленно и насыщение идет надолго точно так и бакерия он знает чем он завтракает ему нужно насытиться но до обеда точно а потом холодильнички у него не хурма а йогурт в обед йогурт у него опять понятно да кисомолочные продукты так вот сейчас значит а твороги полезнейший продукт поэтому питаются умы наверное не поэтому и умные что они правильно питаются люди вы же обращаете внимание на умы потом творог помогает сбрасывать вес не забывайте творог помогает насыщаться сбрасывать вес творог это белок а мы с вами состоим из белка мы же не углевод мы не каша нет мы конкретный белок витамины группы b это творог минералы очень нужные для нас кальций люди не будет кальция не будет похудения кальций участвует в обмене веществ кальций участвует творог это калий кто-то переживает за магний вот творог это магний вот ешьте творог и будете получать дозу магния творог это белок то есть это даже концентрат белка высокое содержание белка каждая наша клетка это белковая структура напоминаю нам нужно употреблять белок чтобы производить белковые молекулы понятно не углеводные молекулы вот это а белковые молекулы мясо нельзя яйца нельзя творог нельзя так строится из чего мы будем с дульки вот уж такое тело будет мышцы ну к этому сейчас буду доходить до в твороге находятся аминокислоты которые кирпичики такие помогают производить наш белок наш белок мы получи получаем белок чужеродный а производим свой белок мы же получаем чужеродный мясо творог это чужеродный белок человек может есть творог в любое время суток здоровый человек может есть тогда когда он захочет белок допустим подходит хорошо на завтрак это хорошее насыщение да очень хорошее насыщение белково-жировая структура да и потом наши надпочечники вспоминайте любят какие продукты какие белковые продукты наши надпочечники любят любят соль белок жир понятно да поэтому очень полезный продукт нужно творог есть жирный белково-жировая субстанция насыщает хорошо надолго молочный белок казин усваивается переваривается долго нашим организмом казин долго переваривается то есть аминокислоты медленно 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 поступают в кровь и мы с вами насыщаемся надолго поэтому завтра это супер вы насыщаетесь на 4-6 часов хорошим творогом можно есть также и на ужин как советовала анна куркурина диетолог алина долго усваивается творог и человек который ужинает нормально переносит творог ужинает творогом то он еще утром не будет хотеть есть но ужин это не значит в 9 часов вечера ужинают вообще нормальные люди 18 00 но 19 максимум не перед подушкой за три минуты это не тот ужин эубиотический ужин поздний целлюлоза нет это другое да точно как задумалась вся мы вы это что-то одно а я это что-то другое да да хорошая я протарахтела ошиблась да не за мама она маленького роста и вес 48 килограмм сказал 48 сантиметров кажется 48 килограмм 48 50 килограмм очень мало ест очень мало ест в основном пьет чаи 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 у них вот так значит так дальше творог творог ускоряет наш обмен веществ наш метаболизм для усвоения белка а мы же едим творог для усвоения белка требуется больше калорий требуется больше калорий значит наш метаболизм ускоряется и мы с вами быстрее стране для усвоения белка требуется больше калорий если есть кушать творог вечером будут быстрее уходить лишние килограммы понятно да требуется больше калорий для усвоения белка я так напоминаю и повторяю несколько раз не пишут люди зачем вы повторяйте несколько раз чтобы усвоилась лучше чтобы усвоилась лучше акцент даже делаю творог усиливает состояние энергии о в состоянии покоя потом творог улучшает даже сон переживает за сон да не надо есть вечером сосиски пп пыльмени цельнозерновой муки надо есть творог творог это триптофан аминокислота которая помогает уходить с депрессии помогает при бессоннице конкретно аминокислота триптофан потом творог помогает наращивать мышечную массу а у женщин мышцы уходят в первую очередь быстрее чем у мужчин и потом любой человек теряет мышечную массу на один процент после 30 35 лет на один процент уже уходит мышечная масса и к 80 годам у человека остается былой от былой мускулатуры только пятьдесят процентов представляете и вот доказано медициной смертно смертность по всем причинам это от слабой мышечной массы уходит мышечная масса и моментально прилетает плохое может произойти смертность по всем причинам если нет у человека мышечной массы дряхлеет человек дряхлеет дряхлеет тебе нельзя белок папочка мамочка нельзя тебе тебе только каши можно на воде мясо тебе нельзя так вредно мясо творог ты что это казеин это просто воспалительные процессы и слизь нельзя тебе творог молочку тебе тем более нельзя кисломолочь а молоко да никогда тебе нельзя все дряхлей дальше дряхлей ой яйца тебе тоже нельзя это холестерин у тебя так высокий холестерин живи только на кашу я тебе свою жидкий супчик такой с гречкой с гречкой да чем кормят родители возрасте возрасте наоборот нужно кусочек мяса яйца творог чтобы не уходила не покидала нас мышечная система мышцы мы должны держать мышцы мало того что должна быть силовая нагрузка а то тоже будет дулька не мышечная система да силовая нагрузка должна и обязательно хорошие белковые продукты с возрастом нужно увеличивать их дальше даже еще да не обжираться не обжираться не надо мне сюда вставлять мочевую кислоту не надо мочевая кислота это другое это фрукты пережирали всю жизнь жили на фруктах мочевая кислота там другое мочевая кислота на белке животном никто никогда не заработать мочевую кислоту я же не ем по полкилограмма мяса каждый день я три раза в неделю мясо ем то какая мочевая кислота мне будет у меня салаты мисками тазиками поэтому там тоже придумано мочевая кислота уберите фрукты и посмотрите результат мочевая кислота нехватка натрия еще без солевые диетки мочевая кислота палка в нескольких концах еще вдруг да потом дальше если у вас больше белка меньше углеводов да это так полезно что гречка гречка каши можно только кашах разговора каши меньше углеводов больше белка значит уровень такого гормона гормона роста возрастает гормон роста люди маленькие дети растут ночью это гормон роста самототропина самототропный гормон да маленькие дети ночью растут а мы с вами ночью только что худеем и то при одном условии если мы не нажремся на ночь мы худеем только ночью неважно вы спортсмен вы акробат вы тренер вы дряхленький да и человечек да мы худеем все взрослые только ночью не днем как бы мы с вами не бегали при одном условии если не нажираемся на ночь потому что вообще будем блокировать самототропин гормона гормона роста и нам будет крышка потом еще творог содержит аминокислоту аминокислоту которая называется лейцин лейцин аминокислота которая принимает участие в сжигании жира лейцин принимает участие в сжигании жира понятно поэтому люди если кому-то нравится завтракайте творогом и будете надолго насыщаться аминокислоты из творога медленно поступает кровь и вы надолго насыщаетесь вы не будете часто есть даже диабетикам разрешают два раза в неделю есть творог жирный меньше выделяется инсулина чем на постный творог я если съем пачку девяти процентного творога магазинного я же не наемся я через десять минут скажу шо я ела шо я ела вообще что то за еда боже кислое какое-то ничто непотреб я кейс непотреб вы съешьте домашний творог такой как я покупаю а так вы же забудете о еде до полдня ну желательно какие-то запеканки не делать советую творог а так отдельно отдельно творожок есть полезнейший ценнейший продукт просто допустим последний прием пищи до творог творог это белок козеин молочный белок козеин козеин усваивается долго если на ночь мы с вами съедаем но не я кто-то другой да съедает куриную грудку да ешь куриную грудку многие советуют да вот на ночь ты никогда не поправишься то она усваивается быстрее куриногрудка вот этот постный белок усваивается быстрее а козеин будет усваиваться дольше дольше долго долго идет насыщение надолго потом высокий инсулиновый отклик высокий инсулиновый индекс только в обезжиренном твороге но даже эндокринологи об этом говорили и говоря некоторые не буду называть имя что даже диабетику можно съесть жирный творог не надо каждый день жрать творог не надо надо менять свой рацион но в рационе творог должен быть обязательно кальций откуда возьмете кальция с кунжута до сколько съедите кунжута сразу две столовые ложки съедите кунжута а то мне там писали вчера 100 грамм кунжута это там 900 миллиграмм дневная норма 1200 сколько кунжута нужно нам съесть 100 грамм вы знаете сколько это 100 грамм какой он легкий а 100 грамм вы съедаете допустим молочного продукта тот же сыр пармезан и вы получаете дневную норму кальция так вот творог полезнейший творог жирный жирный инсулиновый индекс низкий в жирном твороге но во всяком случае ниже кто-то скажет я отекаю а я не отекаю то что мы будем делать ставить клеймо на творог что все отекают после творога это лично ваше задержка воды да кто употребляет допустим творог задержка воды почему может быть это не инсулин виноват это натрий натрий который находится в твороге и вот туда уже положили соль натрий который находится в твороге а в магазинам сто процентов он там есть на 3 интересный факт факт в твороге содержатся белки и раздвоенные аминокислоты на который выделяется глюкогон подобный пептин один это очень полезный гормон он очень хороший мало того что он устраняет инсулино резистентность глюкогон так он еще подавляет аппетит поэтому творог можно есть в любое время дня и даже диабетиком самое главное не переедать и выбирать правильный творог без крахмала без углевода употребляем пищу кисломолочные продукты мы оздоравливаем полностью желудочно-кишечный тракт вы возьмите допустим народный мир а мы не будем знаете углубляться в историю далеко кухня народов мира да это не передача вообще у нас вокруг света но давайте вспомним вот кавказ все были в грузии на кавказе люди пьют мацони да едят мацони да употреблять мацони вы вообще представляете человека в горах который у которого не было мацони он отказался от мацони вы вообще представляете это долгожители люди живут и здравствует мацони вот азербайджан айран турция тюркская группа айран йогурты у нас ряженка вы вообще представляете без кисломолочного продукта жизни человека а а как микрофлора да люди себя только этим и держали без аптек кисломолочные продукты берите не блогера какого-то сертифицированного да который зарабатывает деньги на ютюбе да приглашая свои клиники платный марафон и меня приходите все завалировано так никто не услышит только за маны 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 мне нужно поехать на курорт у меня есть дом работница так вот великий ученый нобелевский лауреат мечника белья основоположник микробиологии вот кого уже служит иммунологии геронтологии доказал доказал это человечище что сквашивание молока с помощью закваски содержащих два вида всего лишь два вида микроорганизмов это болгарская палочка и термофильный стрептокок является самым полезным для организма представляете самый полезный для организма под воздействием вот этой болгарской палочки да молочный белок самый страшный казин такой вы что с рогами молочный белок казинище легко причем легко расщепляется до аминокислот под воздействием болгарской палочки термофильного стриптокока ух казинище это да расщепили вода а молочный сахар молочный сахар лактоза превращается под воздействием болгара болгарской палочки в ценнейшую молочную кислоту которая что делает которая подавляет рост плохих бактерий нашем кишечнике и создает условия для хороших бактерий вот таким способом мы с вами боимся самоотравлением своего организма с помощью двух видов микроорганизмов болгарская палочка термофильный стрептокок очень полезной для нашего организма именно эти процессы брожение и гниение в организме мечников считал причиной причиной преждевременного старения человека люди причина преждевременного старения нашего организма это брожение и гниение в наших кишечниках и большое значение мечников придавал конкретно белковой составляющей молочных продуктов не растительной форме а молочных продуктов как одному из важнейших компонентов здорового здорового питания человека научно доказанный факт научно вернее доказанным фактом является зависимость зависимость качество иммунитета зависимость качество иммунитета от состояния нашего кишечника вот эта информация понимаю да здесь во первых обучение похудение это изучение похудение это изучение мы должны знать мы должны уверенными быть вот это мои продукты я никого не буду слушать я с этими продуктами странею и держу вес и развитие получаю и мои косточки мои волосы мои зубки это правильные продукты кисломолочные продукты да это наше здоровье нужно слушать умов мечников лауреат нобелевской премии не какой-то там дешевты которые распространяют только разные метаболические тарелки да у нас такие метаболические тарелки вами не снилось у вас только сегодня метаболическая тарелка а у нас такое питание на наших тарелках едим по царски да еще и стройнее мои хорошие правильно замечательные рецепты рецепты просто не только для худящего человека но и для любого члена вашей семьи и для детей и для взрослых все мои хорошие всем божьей помощи всем до встречи дальше будет